Слова из хутбы имама Али, мир ему, касающиеся жены пророка, да благословит его Аллах и его семейство Аиши. Итак, Нахчуль Балага, страница 245. Потом мы раскроем вопрос шире. Итак, страница 245. 155-й хутби, адресованной жителем Басры, имам Али, мир ему, говорит. «Что же до той женщины, то обуяло её суемыслие женское». Но это не в унижающем смысле. Конечно же нет. Он говорит о видении того времени. Он говорит о собственном видении, а не в общем. Он говорит, что же до той женщины, то обуяло её суемыслие женское, и злоба колокочет в её груди, как кузнечный горн. Это одна из причин, которую использовали те, кто выгораживали её войну с имамом Али, мир ему. Что касается отношения Аиши к имаму Али, мир ему, я это потом детально раскрою из сунницких книг, начиная со времени пророка, да благословит его Аллах его семейство, и до времени противостояния с имамом Али, мир ему. Дальше он говорит, «И если призовут её поступать с другими, подобно тому, как поступила со мной, то она не поступит так». То есть, если бы ей предложили поступить так, как с ним в отношении другого сподвижника, то она бы этого не сделала. То есть, с кем у неё были проблемы? С имамом Али, мир ему. «И если призовут её поступать с другими, подобно тому, как поступила со мной, то не поступит так». Я хочу, чтобы вы запомнили слова, которые я произнесу, и тогда вы поймёте моё мнение относительно жен пророка, да благословит его Аллах и его семейство. Имам Алимир ему говорит, ей же, несмотря на это, после всего надлежит возвратить прежнее уважение, расчёт же за Всевышним Аллахом. Она должна была сидеть дома, не должна была начинать войну, и несмотря на всё то, что она сделала во время войны, она жена пророка, да благословит его Аллах и его семейство. И только из-за этого надлежит уважение её положению и чести пророка. Нужно уважать это положение и репутацию. Жена остаётся женой пророка, она остаётся матерью правоверных. Следует относиться с почтением к ней ради одного человека. Да, она — жена пророка, да благословит его Аллах и его семейство. И школа Ахлибейт Мир им к ней относится так же. Некоторые из вас могут сказать, что такой-то про Аишу говорит так, другое — другое. Но эти люди, братья мои, никого не представляющие бесполезные меньшинства, вокруг здорового дерева будут сгнившие травы. И эти сгнившие травы не представляют ни имама Алимир ему, ни школы Ахлибейт Миром. Они не имеют к ним отношения. Послушайте, когда я говорю это, пусть не думают, что мы принимаем всё, что натворила Аиша. Конечно же, нет. Её честь — одно, а то, что она сделала — другое. Это разные вещи. Война против имама Алимир ему — это однозначно намеренно совершённый грех. Это говорю не только я. Великие исламские учёные, имеются в виду суннитские учёные, говорят, что если бы она не раскаялась из-за сражения Джамаль, то заслужила бы пребывание в аду. Это слова их учёных. Это путь имама Алимир ему. Поэтому все мусульмане единогласны в следующем. Несмотря на то, что они говорят, что она раскаялась перед смертью, позиция, которую она заняла, требует наказания. Как говорил имам Алимир ему, тот, кто будет судить, — это Аллах. Имам Алимир ему продолжает. После всего надлежит возвратить прежнее уважение. Расчёт же за Всевышним Аллахом. За Всевышним Аллахом. Имам Алимир ему говорит, что по причине уважения и почтения к пророку, да благословит его Аллах и его семейство, не будет обвинять её от себя, потому что она обладательница уважаемой степени жены пророка, да благословит его Аллах и его семейство. Продолжение следует...